Сегодня екатеринбургские модельеры будут срывать не только аплодисменты, но и, возможно, волосы на голове. Среди всех участников битвы дизайнеров победит только один. Именно он отправится на неделю моды в Нью-Йорк. Определять лучшего будут екатеринбуржцы, пришедшие на показ. Мы не разбираемся в высокой моде, но постараемся разобраться во вкусах и предпочтениях жителей нашего города. Пойдемте! Одно платье от Брэда Бастет, одно платье от Кутюр. Модели как будто не идут, а плывут. Чтобы передать всю красоту своего туалета, платье нужно правильно презентовать. Впечатление от показа складывается из десятков деталей. Под прицелом зрительский глаз, каждое движение дефилирующих девушек. Я же мужчина. Я же прихожу на такие мероприятия для того, чтобы посмотреть на красивых женщин. И то, что у женщины закрыта спина, я считаю, это минус 10 баллов по шкале сексуальности. Так не пойдет. Голыми. Да, это the best. Обнажить, правда, дизайнеры решили свои души. Плоды их трудов увидели несколько сотен пришедших горожан. Именно они и определяли, кто же прославит Екатеринбург на весь мир. Каждый голос для модельера на без золота. Я говорю раз, вы все одновременно досунуете одну карточку и кладете сюда перед вами, чтобы я видел. Итак, поехали. Друзья, Наталья Афамина, победитель битвы дизайнеров. Впереди подготовка к неделе моды фэшн-столицы США, Нью-Йорке. Однако перенять опыт у заграничных коллег можно было, не покидая родину. Друзья, мои господа, финалист проекта подиум, Мила Германовский. Важно быть последовательным в том, что ты делаешь. Это мой третий сезон в продакшне. И как раз мне очень важно сохранять последовательность в своем сообщении, свою отличительную черту, которая показывает, что я особенный дизайнер. К такому совету однозначно стоит прислушаться. Мила, чей талант уже был оценен самим Кельвином Кляйном, знает, что говорит.